давно не виделись спасибо что не потеряли меня за это лето я писала огромную работу наверное главную работу своей жизни сейчас я ее редактирую второй драф делаю опубликую поймете о чем речь я сейчас не об этом я сейчас о том что если бы мы с вами взялись написать как в школе помните такое сочинение как я провел это лето это точно был бы триллер не только у меня у нас у всех напоминаю что этим летом у нас в конце июня чуть было не случилась гражданская война потом виновник мероприятия гражданской войны я имею ввиду разбился как нам говорят и похороны его уже прошли что это было мы узнаем я думаю лет через десять я даже комментировать не буду потому что если чек мертв то это как-то будет и не по христиански пригожина я знаю давно очень давно лет двадцать и много на всех у нас на глазах он сделал очень хорошего для страны но много и наворотил такого что хочется эту часть этого лета забыть как страшный сон и я представляю что об этом думают например семьи летчиков наших погибших ни за что ни про что в ту ночь ну теперь это вроде бы закончилось по падениям самолетов тверской области а что это было мы узнаем и обязательно с вами обсудим тем временем мы продолжаем вести самую сложную я настаиваю что это самое сложное самое тяжелое и вообще невиданная война в нашей истории в истории всей россии почему она слабая сложная и самая тяжелая потому что это война впервые в нашей истории в которой у нас нет союзников вообще может быть в этом смысле только с крымской можно сравнить крымская плохо кончилось поэтому сравнивать не хочется давайте возьмем настоящую первую мировую войну я считаю что настоящей первой мировой войной была не первая мировая которую принято так называть а так называемая семилетняя война в 18 веке которая шла и на территории европы и на территории современной канады и не были задействованы фактически все более-менее значительные государства того времени это была по-настоящему мировая война ну так мы в этой мировой войне заняли берлин впервые нашей истории и мы в этой мировой войне были союзниками со священной римской империей воевали по одну сторону баррикад вместе из франции потом в той первой мировой войне который принято называть первой мировой войной мы же тоже воевали вместе вместе с великобританией с францией сша и во второй мировой войне с каким огромным количеством государств каким мощнейшим мировым кулаком вместе мы били добивали и добили эту фашистскую гадину мы конечно били четче всех мощнее всех и никогда не надо об этом забывать что даже и близко все остальные страны не положили столько фашистов фашистских дивизий фашистов живой силы фашистов техники сколько один советский союз и тем не менее эти страны меру своих способностей воевали на нашей стороне а теперь они все против нас до единого и они уже не стесняются признавать что это никакая не война россии украины они уже открыто все чиновники говорят мы и мы у дайте синхрон самая важная и решающая вещь заключается в том чтобы мы делали это вместе они играли в игру найди виновного в европе потому что мы ведем войну против россии они друг против друга да вот такие они которые называют темы а вот такие на самом деле мы с одним союзником в этой войне белоруссии но ее сложно назвать союзником она есть мы у нас все-таки не забывайте единое союзное государство мы это они они это мы все остальные страны брикс это страны и многие другие кстати огромное количество стран латинской америки африки арабского мира в населении это гораздо больше чем те кто воюет против нас если брать в людях а считать всегда надо в людях но тем не менее это страны которые нас не осуждают это страны которые ждут нашей победы но они не посылают своих граждан на поле боя они не присылают нам оружие не сидят не спорят сколько нам выделить там леопардов f16 таймерс и всего остального они назовем это так благожелательно наблюдают объемся только мы когда мы победим мы обязаны победить они тоже воспользуются плодами этой нашей победы потому что мир никогда не будет прежним после того как мы победим и лидеры этого мира никогда не будут безоговорочными лидерами этого мира после того как мы победим как они являются являлись до последнего времени и когда мы победим мы должны будем с гордостью признать что это невиданное немыслимое и неслыханное достижение нашей истории представляете в одиночку со всей мощью западного мира нет никаких сомнений что они не остановятся и не останавливаются они сначала годами размышляния отправлять ли им несчастные украинцам джавелины да каски там условно говоря сейчас речь идет уже об обедненном уране об истребителях а целой авиации которую они собираются поставить на украину и поставят будьте спокойны поставят и ракеты дальнего действия способны достигать территории россии прям в глубь россии поставят все это будет утешает многих что вот украинцы скоро закончится во первых утешения в этом мало потому что я не желаю украинскому народу смерти и гибели тем более такой бесславной смерти и гибели я желаю украинскому народа помнится от разные вещи смерть и опомнится а во вторых дело даже не в этом у закончатся украинские мужчины уже скольки 17 лет они собираются призывать ну так мире полно еще других мужчин из стран так называемые победившие демократии из разбомбленных западным миром стран ну что дадут они раздадут им там по 200 долларов по 500 долларов я не знаю по 1000 долларов и хлынут потоки даже не сомневайтесь и мы знаем массу примеров когда на войнах воевали люди наемники не имеющие ни малейшего отношения ни к одной из воюющих сторон давайте вспомним нашу гражданскую войну которую красные выиграли во многом благодаря китайским наемникам в китай на тот момент коммунизмом большевизмом и не пахло это были просто наемники которые просто за деньги воевали за ленина и за весь большевистский кейс так сказать мы все это увидим и нам надо будет перемалывать и это нам надо продолжать также держаться как мы продержали это лето а мы ведь и хваленая весенне-летние сначала не называли его весенним контрнаступлением потом летним контрнаступлением потом весенне-летним контрнаступлением я поздравляю вас и весна и лето закончились контрнаступление не случилось ни весеннего ни летнего ни весенне-летнего будем ждать осенне-зимнего это знаете уже превращается в коллекцию дольче габбана весна 2023 зима 2024 или как у них там называются коллекции это очень круто я хочу сказать огромное спасибо нашей армии низкий поклон всем кто так к этому приготовился и так это осуществлял жертвуя собой так четко так мощно что контрнаступление которое против нас готовил весь западный мир повторяю мы отразили и в общем-то без слава богу без существенных потерь для себя конечно мы живем не в той атмосфере в которой даже год назад мы каждое утро просыпаемся и ждем новостей что там случилось за ночь в крыму в акватории черного моря с мостом а какие еще беспилотники летали над нашими городами у меня практически во дворе на средних улицах дважды за неделю беспилотник упал но такая наша новая реальность и тем не менее эти их грандиозные планы которые они рисовали и строили всем этим миром мы отразили существенно так чтобы сказать да территориально или в духе в нашем нашем настрое ничего слава богу не потеряв я надеюсь что так это будет продолжаться и дальше что касается их они заканчиваются вот посмотрите их уже из постели вытаскивают покажите этот ролик добрый давайте зима и видео что вы тут роботы кто вас сюда позвал я снимаю куда ехать то что вы роботы начальник территории и был по этому поводу выпущен ролик другой который облетел значительную часть мира он был очень популярен и у нас россии и на украине посмотрите что о нем писали наконец-то у нас появился талантливый ролик агитирующий украинских военных сохранить свои жизни магиум и могиум отличный ролик последний шанс сохранить жизнь сильный ролик обращенный к украинским солдатам очень сильный ролик пожалуйста посмотрите и максимально распространите это видео должен увидеть каждый украинский солдат вызывайте волгу на частоте 149 200 и сдавайтесь в плен будете жить в кои-то веки качественный контент подвезли вот что бывает когда не пилят бюджеты на медийке а занимаются делом теперь покажем сам ролик внимательно посмотрите ролик потрясающий только читайте с титрыми ось он твой контрнаступ ты вважал что у тебя много шансов зберегти життя но ты не захотел втекать из страны у жена чьи сухни маме не вистачило грошей чтобы дать хабара а батькови не допомогли старые звездки ты намагался сховаться но им треба мясо болеопарды им жаль и своих детей им жаль а тебе не теперь у тебя лишь один останний шанс зберегти життя теперь я открою страшную тайну которой очень горжусь вы наверно уже догадались чей это ролик все месяцы обсуждают чей это ролик кто это так научился в пропаганду ну как кто ну мы конечно наш ролик конечно наши ребята сделали с рт огромное им за это в очередной раз спасибо красавчики но самое смешное что наши как их назвать не братья недобратья выруси они не угомолились они взяли переделали этот ролик они же сами не могут сделать красивый ролик они просто зарисовали флаг посмотрите ты уже понял как тебя обманули не братья дорогие наши те кто пока еще не опомнился я вам расскажу флаги меняются не так флаги меняются вот так флаги меняются не так флаги меняются в том что он не был а ну Учитесь. Я записываю эту программу 3 сентября. Сегодня в Рунете это косты рябин. Очень даже с отменным чувством юмора МЧС выпустила такой проект, что, дескать, хватит жечь косты рябин, запрещено. И я с удовольствием разделила бы эту иронию и юмор. Все, что нам принес Шуфутинский Михаил благодаря своей песне про 3 сентября, но не могу, потому что для меня 3 сентября навсегда это день Беслана. Для меня 3 сентября – это как мы сидели уже третьи сутки безвылазно возле школы на площадке перед клубом. Там стояла статуя Ленина вот так справа от меня, если спиной швыли стоять. И вот мы третий день уже там. Можно было бы сказать, что мы были в аду, но мы не были в аду, потому что мы не были в школе. В аду были, конечно, те, кто в школе. И около двух часов дня мы услышали немыслимый взрыв. Там и до этого грохотало. Но тут это был такой взрыв, вот прям устоять сложно было. За ним второй. Вырубилась на какое-то время мобильная связь. И бросились из школы дети, взрослые, окровавленные. И прямо на нас вот они бежали. Я не смогу это забыть никогда. И не хочу, чтобы это кто-либо забывал. Почему? Потому что память – это один из самых надежных предохранителей. Знаете, как в ружье есть предохранитель в пистолете, чтобы раньше времени не выстрелил, когда не надо. Я не могу сказать, что память – это стопроцентный предохранитель. Но все-таки самый надежный из мне известных. Поэтому напомню, как это было. Ладно. Все началось неожиданно. Неожиданно для родственников, дежурящих на улицах вокруг школы. Для журналистов, неожиданно для штаба по спасению заложников. Казалось, вот только что в штабе объявили, что в Беслан прибыла Сланбека Слаханов. Он будет разговаривать с террористами. Есть еще надежда решить конфликт мирным путем. Сообщили и другую новость. Сегодня утром боевики наконец согласились, чтобы из школы вынесли тела убитых. Четыре сотрудника МЧС пошли к школе забрать тела. Прошло несколько минут. Сотрудники как раз успели бы подойти к школе. И тут началось. Два сильных взрыва. Город услышал с разницей в секунду. Так здесь еще ничего не взрывали. Стало ясно, что это не гранатомет. И сразу началась стрельба. Спасенных детей выносили на руках. И бегом бежали подальше от стрельбы. Родственники стали стягиваться к больнице, искать своих. В первой школе стреляют до сих пор. Но уже заметно реже. Беслановцы собираются у центра культуры, где стрельба прекратилась. Ждут новостей. Двор первой школы усыпан цветами из праздничных букетов. В лужах крови остатки первосентябрьской торжественной линейки. Сколько спасенных, сколько раненых, сколько убитых. Даже приблизительные цифры никто не называет. Уже ясно, что история с захватом заложников в Беслане закончилась. Но еще не ясно, чем. Маргарита Симоньян, Эдуард Бондаренко, Алексей Морозов, Игорь Белокопытов, Андрей Чистяков. Вести. Беслан. Ну и в конце, как обычно, вопрос, который... Один из вопросов, который я публикую в своем канале Маргарита Симоньян «Литература и история». Подписывайтесь, это телеграм-канал. И теперь уже тем, кто первым ответит на вопросы в этом канале, я буду дарить с автографом свою новую книжку. Поздравьте меня, вышла наконец-то моя новая книжка. Она называется «Водоворот». Ее можно уже купить в магазинах. Ее можно заказывать, предзаказывать в онлайн-литературных магазинах. Пишите мне, что вы о ней думаете. Это очень для меня важно. Прям очень-очень. Спасибо вам большое. Ну и вопрос. Эйзенхаур поверил возможности самолетов-шпионов, когда ему показали снимок его самого за его любимым занятием. И на этом снимке он смог различить даже этот небольшой предмет. Какой небольшой предмет? Был использован за любимым занятием Эйзенхауэра, и он смог его различить на снимке самолетов-шпионов. Эйзенхауэра. 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 Эйзенхауэра.